На красном свете я вижу, что эта машинка с горы, 500 метров назад, задом ехала две машинки. Поляк Дарак на ломаном русском пытается объяснить, что произошло на этом перекрёстке. Буквально 10 минут назад в его машину въехала газель. Причём не просто въехала, а скатилась с горки задом. За 30 лет работы дальнобойщиком он такого никогда не видел. Что случилось? И почему он задом едет? Я не знаю почему. Он теперь говорит, что в хамульце не работает. Тормоза? Кормоза, что у него отказали. Водитель газели сейчас лишь разводит руками и постоянно кому-то звонит. Он уже почти забрался на подъём, когда машина, полная лука и чеснока, заглохла и начала катиться вниз. Он сразу включил аварийку и сигналил другим водителям, чтобы те успели отъехать. Ещё вверху задел митсубиси, а в итоге врезался в Део и большегруз. Машина на подъёме заглохла. Тормоза отказали, начал назад съезжать. Ну и врезался. Водитель фуры вёз груз из Франции, проехал пол Европы. До таможни ему оставалось доехать каких-то 6 километров. Теперь, в ближайшие пару недель, он вряд ли попадёт домой, будет ждать подмоги. Сейчас главное правильно оформить документы. Сказать по-русски сможете? Да, да, да. Прочитать потом сможете? Я думаю, что так. Всё, давайте документы и давайте приступать к оформлению. Водитель «Газели» свою вину в ДТП не отрицает. Вопрос лишь в том, сможет ли покрыть его страховка ущерб, который он причинил трём автомобилям. А поляк даже посмеялся. Говорить, такое с ним могло произойти только в России. Татьяна Кощук, Вадим Гапанчук, ТВК Новости.